Студия подкастов Радио Свобода. Наш киногод. Год боевиков. Власть пса. Психология вестерна. Битлз как эпос. На экране рождение песни. Гении вместе и в розе. Сегодня в новом эпизоде подкаста «Генис. Взгляд из Нью-Йорка» мы с режиссером Андреем Загданским подводим итоги нашему киногоду и выбираем лучшие фильмы 2021-го. Нас легко найти в эфире на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на Spotify, iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мюзик. Включайтесь в беседу. Пишите мне в социальных сетях и в аккаунтах Свободы, а также на всех подкаст-платформах. В рождественские дни мы по давней традиции подводим итоги года, в том числе и кинематографического. Ну а сперва я хочу поделиться результатами своей попытки приобщиться к классике массового кино. Для этого я воспользовался вторым годом ковида. Первый ушел на домашние фестивали любимых режиссеров. Сидя в глухом карантине, мы с женой пересмотрели всего Кислевского, Тарковского, Бергмана, Тарантина и, конечно, самого для нас главного Феллинина. Причем его гениальных клоунов я открыл для себя впервые. Заодно это можно быть благодарным вирусу. Второй год был полегче. Хоть болезнь не ушла, но благодаря вакцине карантин смягчился. И я решил посвятить его боевикам, чтобы восполнить пробелы в своем кинообразовании, в которых годами стыдился признаться. Мой год боевиков начался с того, что я впервые, повторяю, впервые посмотрел «Терминаторы» и «Матрицу». Боюсь, что радость ушла. Выдумка испарилась, и чувства притупились. Это как впервые прочесть «Три мушкетера на пенсии». Решив, что прошлого не вернуть ни мытьем, ни катанием, я взялся за премьеры. Одной из них был чрезвычайно запутанный, очень дорогой фильм, название которого на русский переводят словом «Довод». Я очень люблю фильм Кристофера Нолана «Мемента», один из самых оригинальных, из всех, которые я в жизни видел. Но эта его картина не оправдала своего сложного замысла, компенсируя сюжетную кашу стрельбой и взрывами. Зато «Дюна», которую с трепетом ждали все любители научной фантастики, точно ничего не прибавила к стандартному набору картин этого жанра. Я понимаю, что авторы ввели религиозный подтекст, обыгрывая пришествие Мессии и откладывая это пришествие до следующей серии. Но фильм от этого не легче. В нем упорно не достают чего-то оригинального. Это относится и к технике. Потому что вертолет похож на стрекозу, дело не меняется. Мне в этой фантазии катастрофически не хватает фантазии, которые так богаты выдумки Лема и Стругацких. Ну а про нового Джеймса Бонда и претензиях к нему мы уже подробно поговорили в нашем подкасте, приуроченном к американской премьере фильма «Не время умирать». Андрей, а как сложился ваш киногод? Как и все остальные, я провел множество часов перед экраном телевизора, где смотрел разные стримы. Моим личным открытием были фильмы Веры Хитиловой. И я очень благодарен каналу «Критериан», который действительно украсил этот год для меня, за то, что они делают такие ретроспективы известных режиссеров. Фильмы Хитиловой я плохо знал. Я большой поклонник ее «Маргарита», замечательного, восхитительного дадаистского фильма. А в этот раз были ее короткие фильмы, и был замечательный фильм «Что-то другое». Я считаю, что она недооцененный европейский мастер. И эта картина мне показалась просто шедевром. Вот такой мой маленький итог походов на стрим. Ну, это все старое кино. Хитиловы – это мастер 60-х годов. А как сегодняшнее кино, я хотел бы поговорить в первую очередь об одном фильме. Конец этого года ознаменовался важной и долгожданной американской премьерой. После побед на множестве фестивалей, включая приз Венеции, фильм «Власть пса», так его перевели на русский язык, вышел в массовый прокат в Америке. Мы только что посмотрели эту картину, которую я с легкой душой назову лучшим фильмом года. Что это за фильм? Это фильм режиссера, женщины из Новой Зеландии, Джейн Кемпион, которая в 90-е, по-моему, в 93-м году сделала картину «Пианино». Это широко известный фильм, получил Оскар, в общем, был всячески отмечен многими призами на многих фестивалях. Картина, с моей точки зрения, замечательная, яркая, сильная и очень как-то подчеркнула новую роль женщины-режиссера в кино. Это тоже очень важный момент. Совершенно верно. Этот фильм «Пианино» – единственная картина, которая меня, первая, во всяком случае, картинка, которая меня обидела в том, что может существовать женское искусство, а не только женская баня. И это даже тревожное было ощущение. Но теперь уже к этому привыкли. Что происходит в фильме? По жанру его называют вестерн, хотя и у меня есть определенные проблемы с этим жанровым определением. По среде обитания – это вестерн. По характеру того, что происходит, это психологическая драма. Вы согласны? Я согласен с тем, что это вестерн, и не согласен с тем, что вестерн не может быть психологической драмой. Еще как может быть. Вестерн вообще – единственное национальное искусство Америки. Это чисто американский жанр, который в данном случае, когда действие происходит в Монтане, снимался в Новой Зеландии. И вестерн позволяет все, что угодно. Это очень гибкий жанр. Он может быть зеленым вестерном, он может быть вестерном библейским, он может быть каким угодно. Он может быть гомосексуальным вестерном, как мы уже видели. Но этот фильм, он преобразовал жанр вестерна, психологизировал его настолько, что он как бы выбивается за границу своего жанра. Но тем не менее остается центральная идея вестерна – пейзаж. И этот фильм меня покорил с первой минуты, когда был показан этот огромный, Big Sky, это называется, штат Монтана, его так называют, потому что там огромное небо. Снято в Новой Зеландии. Да, но тем не менее похоже. И вот идет панорама, и мы видим, как гонят скот, коров. И это море коров. Только понимаешь, что такое ковбои, что такое коровы. Ты понимаешь, какая-то отдельная, красивая, яркая, самобытная жизнь. И она, эта рамка, делает фильм вестерном. А все остальное выбивается из него. Вы знаете, Саша, вы обратили внимание на тот же самый кадр, на который обратил внимание я. Подумал, ох ты, как здорово, когда они гонят это стадо коров на нас, и мы видим действительно море, море, огромное количество коров. Это совершенно замечательно. Кроме того, вы сказали сейчас еще одно ключевое слово для понимания этого фильма. Вы сказали слово «рамка». В фильме есть несколько раз панорама через окна дома, когда мы находимся в доме, и через раму дома видим тот самый пейзаж и этих героев. И это тоже ключевой кадр. Это человек, вписанный в рамку этого мира, как он в этом мире живет. Причем эта рамка, это рамка, через которую видит Кемпион всю картину. Это рамка операторов, конечно же. Кстати, операторская работа в фильме абсолютно восхитительная. Но больше всего, тем не менее, мне понравилась сама наррация. Мне понравилось нарастание драмы. И еще одна деталь, которая характерна именно для фильмов Кемпион. Это есть и в пианино. Этим она и прославилась. Все в фильме покрыто эротической сетью. Эротика в каждом кадре, в каждом персонаже. Эта эротика, она как бы незаметная, она растворена в телекино. Но тем не менее, эротическое напряжение ощущается с начала до конца. И кульминация фильма – это эротическая кульминация, о которой мы ничего не скажем. Потому что при всей тонкости, элегантности, такой, я бы сказал, артхаузности этого фильма, он триллер. Он хранит в себе тайну, которая скрывается только в последнем кадре. И мы ни за что не скажем, что это за кадр. Нет, мы не скажем. Это будет просто нечестно по отношению к зрителям. Но на что я хочу обратить ваше внимание, что режиссер вслед за оригинальной историей, по которой она ставит фильм, последовательно создает ложные драматургические ходы. И каждый раз этот ход, который мы видим, который нам кажется, что вот путь развития истории, вот путь развития нарратии, оказывается тупиковым. Один раз, второй раз, третий раз. Мне очень нравится то, что начинается фильм с того, что мы видим главных персонажей. Они показаны очень бегло и очень глубоко, как у Хичкока. Знаете, когда в первом кадре мы уже понимаем, кто кто. Это один ковбой, это другой ковбой, это ковбой цивилизованный, и его брат дикий ковбой. Это женщина, которая держит постоялый двор, которая якобы умеет играть на пианино. И это ее сын. Вот это вот четверка главных персонажей. Что происходит в фильме? Как в хорошей трагедии Шекспира начинается все так, окончается все совсем иначе. Где-то в середине фильма они все меняются местами. И мы перестаем понимать, кто хороший, кто плохой. И так до конца оно все продолжается. И когда уже фильм закончился, мы с женой вторые сутки говорим о том, кто же все-таки положительный персонаж в этом фильме. Да нету там положительных персонажей. Мне, вы знаете, очень понравилось одно место, которое не имеет никакого прямого отношения к повествованию, но тем не менее оно мне запомнилось больше всего. Какие это стадо коров. Это когда один из героев приглашает губернатора на обед. И жена его должна играть. И специально для этого привозится тот самый рояль. По-моему, это цитата Кэмерона из своего предыдущего фильма. Привозит рояль. И она должна играть. А играть она не может. Я очень люблю состояние неловкости в кино. Вот это состояние неловкости, которое охватывает всех персонажей. И как найти разрешение из этой ситуации, мне лично очень нравится. Этот фильм можно считать бенефисом страшно популярного актера Бенедикта Кэмбербатча. Мы все его знаем под Шерлок Холмсом. И мы любим его за то, что он играет трепетных интеллектуалов. Нервных интеллектуалов. Истериков интеллектуалов. Но интеллектуалов. А здесь он играет грубого ковбоя. Мачо. Что нового мы узнали об этом актере благодаря этой роли? Между прочим, для того, чтобы сыграть в этом фильме, он две недели не мылся. Чтобы быть аутентичным ковбоем. Это большой актер с большим инструментом возможностей. Я верю этому персонажу. Каждая реплика, которую он произносит. Кэмбербатч напоминает мне другого актера, который появился блестяще на экране. Это был Хью Грант. Которого все полюбили. Это был самый обаятельный актер своего времени. И как-то потихонечку он растерял все свое обаяние. Он так и не стал большим актером, таким как всякие наши киты. И вот мне кажется, что Кэмбербатч сейчас стоит именно на таком перекрестке. Станет ли он актером жанровым, а станет ли он актером, как, знаете, Джеймс Бонд остается своим актером навсегда. Тот, кто его играет, на нем печать лежит Джеймса Бондова. Ну нет, ну что вы, Шон Коннери вышел из этого. Шон Коннери другое дело. Шон Коннери исключение. Ну хорошо, допустим так. Шон Коннери остался Шоном Коннери. Мы видим не Джеймса Бонда, мы видим Шона Коннери, который показывает нам Джеймса Бонда. Беру обратно, Шон Коннери исключение. Но, тем не менее, Кэберблатч, по-моему, находится именно в той точке, когда он может стать действительно большим актером, актером своего поколения. И этот фильм, по-моему, подтверждает его возможности стать тем, кем может стать актер. Скажите мне, «Власть Пса» критики назвали одним из 10 лучших фильмов года. Какую судьбу вы ему прочите? Вы знаете, Саша, фильм, конечно, будет номинирован. У фильма очень высокие оценки критиков. Есть такой, да, Rotten Tomato, да, вот этот вот сайт, который дает показания, да, шкалу критиков и оценки критиков. У него, по-моему, 95 или 96. Высочайший счет. Но, если назвать его лучшим фильмом года, нет. Для меня фильм Весса Андерсона, французский вестник, картина куда более интересная, куда более развлекательная, я бы так сказал. Эта картина для меня остается, при всем ее мастерстве, она сделана замечательно, очень традиционной. Это старое кино для меня. Вы слушаете подкаст Александра Генниса «Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с режиссером Андреем Загданским подводим итоги нашему киногоду и обсуждаем лучшие фильмы 2021-го. Нас легко найти в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на Spotify, iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мюзик. Пишите мне в социальных сетях, оставляйте свои комментарии и вопросы в аккаунтах Свободы и на всех подкаст-платформах. Другой фильм, который произвел тихую, но все разгорающуюся сенсацию, посвящен Битлз. Прошу вас, Андрей. Эта картина тоже новозеландская, новозеландского режиссера и продакшн-кампани новозеландская, Питер Джексон, который в моих глазах главный эпический режиссер. Его Толкиновская сага была картина эпической, за это он получил несколько Оскаров. Его фильм «Они не станут старше», о котором мы с вами говорили, документальный фильм о Первой мировой войне. Фильм эпический, с моей точки зрения, и вот теперь новая эпическая картина о Битлз. Кстати, любопытно, что этого фильма, по всей видимости, не было бы, если бы он не сделал в свое время фильм о Первой мировой войне, потому что у него начались отношения с английскими архивными материалами, и в том числе он обратился к Битлз, или Битлз к нему, по поводу материала, снятого в 70-м году, порядка 60 часов киноматериала, о том, как Битлз репетируют и готовятся выпустить концерт «Let it be». Точнее, началась эта история, как они в течение месяца решили сделать значительное количество новых материалов, и после перерыва дать живой концерт. Вот, собственно говоря, каковы предпосылки этого материала. А все остальное уже история. Почему все остальное история? Потому что это было последнее живое выступление Битлз, то самое выступление на крыше здания Apple в Лондоне, после которого Битлз распались. И вот осталось 60 часов материала, снятого очень подробно, очень основательно и очень доверительно, поскольку, во-первых, Битлз сами дали согласие на эти съемки, во-вторых, в определенный момент они, как все остальные люди в мире, забывают, что их снимают. Поэтому материал обладает качеством не столько скрытой камеры, сколько открытой камеры. Все обнажено перед объективом. И оказывается, что этот материал хранит в себе множество историй и множество сюжетов. Об этом будут писать и говорить, но я хочу остановиться на нескольких моментах, которые мне кажутся принципиально важными для понимания, почему так это интересно. Я говорю сразу, что я поклонник Битлз, как и вы, поэтому для меня все это обладает таким повышенным интересом. Знаете, Андрей, когда я слушаю вас, я думаю о том, что не было в мире музыкантов, начиная с классики, естественно, которой не было, когда еще не было кино, жизнь и творчество которых было бы так хорошо документировано, как Битлз. Что в этой картине принципиально нового? В этой картине принципиально новое все, потому что теперь мы видим не суждения, не прямые высказывания, не многочисленные куски из интервью, которые каждый из них давал в свое время. Мы видим отношения. Мы присутствуем при отношениях. Мы присутствуем при отношениях и мы присутствуем при творчестве. Одна из важнейших составных частей этого фильма – это уроки творчества. Четыре человека, замкнутые в определенном пространстве, должны создать энное количество новых песен. У этих людей исключительно талантливы свои сложные отношения, они люди. У каждого свое эго, у каждого свой стиль, у каждого свой темперамент, характер. Все на свете, все разное. Вместе с тем они успешно кооперируют друг с другом, преодолевая энное количество конфликтов. И это, по всей видимости, один из важнейших уроков фильма. Мы видим творчество в процессе. Знаете, для меня это величайшая тайна. И я бы сказал, это интимная проблема, потому что я тоже много лет работал в соавторстве. И поэтому я представляю себе, как сложно строить соотношения между авторами и соавторами. И вот случай «Битлз» потрясает, потому что все они были индивидуальностями и разными индивидуальностями. И Джон Леннон Маккарти не похожи друг на друга. У них много разного. И песни их разные. Они же подписаны. Это же не коллективное творчество. Это творчество индивидуальное. Но когда они возникали вместе, когда они, эти песни, рождались и окончательно застывали в своей классической форме, происходил резонанс, от которого рушатся мосты. Как это происходит, я до сих пор понять не могу. А вы поняли благодаря этому фильму? Ну, немножко оговорюсь. Вы знаете, песни, написанные вместе, кредитованные как Леннон Маккартни. Это важный момент. И их дуэт, их совместное творчество, собственно говоря, является сердцевиной ансамбля «Битлз». Динамика отношений между ними двумя и их самовозбуждение. Потому что они воздействовали друг на друга, совершенно очевидно. Они любили друг друга, они ценили друг друга, они конкурировали друг с другом. Создавало особую динамику, в которой были написаны эти песни. Вы знаете, там есть несколько принципиальных моментов в картине. Один эпизод, с моей точки зрения, я обозначу, не буду пересказывать, обозначу его основные моменты. И вы поймете, о чем я говорю. Утро. Они собираются все. Приходит Маккартни, берет гитару и совершенно так легко говорит. Джон опаздывает. Опаздывает, опаздывает. Он садится. Зевает, скучает Харрисон. Скучает Ринго Стар. И Пол Маккартни начинает бринчать. Именно бринчать на гитаре со словами get back, get back, get back. Ничего, мелодии еще нет. И вдруг она начинает появляться. И мы видим бессодержимости, которая вселяется в Маккартни. Он трясет эту гитару и стучит ногой по полу. Содержимостью человека, который трет палочку, чтобы разжечь огонь. Вот сейчас это появится. Он видит этот заманчивый имидж, этот образ новой песни. Эти продолжают скучать, но и Харрисон, и Ринго тоже оживляются. Через мгновение мы видим, Харрисон начинает подбирать на соло гитаре, а Ринго садится за барабан. Уже почти есть мелодия get back, знаменитого шлягера, с которого начинается их выступление на крыше. И мы видим одержимость творчества. В эту минуту уже заходит Леннон, который опоздал, но мгновенно включается в игру. Он берет свой инструмент и начинает играть. Саша, для фанатов Битлз это восхитительное мгновение. Ты видишь происхождение. Как ты бы видел, не знаю, как рисует Пикассо на двоих глазах, он придумал гернику и мгновение сделал, да? Знаете, в любом виде искусства нет дороже всего зерно, из чего прорастает этот шедевр. Первый абзац, первый аккорд, первый мазок. Нет ничего прекраснее, чем видеть сотворение мира, потому что это процесс, это метаморфоза. Но отношения Битлз были, конечно, очень тяжелыми в том числе. И без этого не обойтись. Справедливо ли из вечной упреки в адрес Йока Оно, что именно из-за нее распались Битлз? Вы знаете, это вечный вопрос, на который фильм отвечает очень широко. Мы видим четырех разных людей. Мы видим сложную динамику коллективного творчества. Мы видим ее в энном количестве нюансов. То, о чем вы сказали, ссылаясь, по всей видимости, на свой опыт работы с Петром Вайлем. Здесь четыре человека. Это совершенно другая динамика. И мы понимаем и видим, что появление Йока Оно разрушает эту динамику. Я очень хорошо это знаю по своему опыту. Я не люблю, когда в съемочной группе, обычно документальные кино снимают, маленькие группы, четыре, пять, шесть, семь человек. Когда появляется кто-то, чья-то подруга, любовница, жена на съемках. Это ужасно. Вся динамика отношений чеческих рассыпается. Нужно искать все заново. С ними происходит нечто подобное. Потому что молчаливое присутствие Йока Оно, которая все время сидит возле Джона, не могло не действовать на всех. Это как топор под компасом. Совершенно верно. Но одновременно с этим он же ее привел. Он хотел быть с ней. Значит, в этом маленьком коллективе четырех гениальных людей были центробежные и центростремительные силы. Они должны были в какой-то момент привести к тому, что произошло. Не могли Битлз оставаться Битлз навечно. Андрей, как изменилось ваше собственное, личное, персональное, интимное представление о, говоря по-нашему, Битлзах, с которым каждый из нас вырос после этого фильма? Я бы сказал так, что каждый из них одарен невероятной долей обаяния, человеческой привлекательности. Каждый сыграл свою роль в этом коллективе. Каждый нес бремя какой-то ответственности друг за друга и за себя. И это все видно. Мы видим, что самый надежный – это Ринго Старк, как о нем говорил когда-то Пол Маккартни. Потому что он всегда готов сесть за ударный и быть там, где нужно быть с ними. Импровизировать, искать, искать, импровизировать. Он все время здесь. Мы видим динамику между Джоном и Полом, которая неизбежно отталкивает на периферию Харрисона, который оказался один в своем авторстве. Ему трудно с этим. И он интроверт. И он в какой-то момент приходит и говорит, я написал песню, хотите послушать? И поет песню «I'm in my», которая в своем ключе тоже рефлексирует ситуацию между ними, как они конкурируют друг с другом, как каждый занят собой. И Пол слушает. Он говорит, неплохо, лавный. И вы понимаете, что это такой, знаете, комплимент не очень щедрый. Песню-то сегодня знают все. Знаете, я вас слушаю, Андрей, и думаю о том, что вы пересказываете сюжет игрового кино. Потому что отношения между этой четверкой выстраиваются в драму. Причем драму я бы сказал чеховскую, не шекспировскую, а чеховскую драму, когда все друг друга любят, и все несчастны, и все должны разойтись. Потому что ничего хорошего у Чехова не происходит в конце. И здесь точно так же. Ваше сравнение с чеховским миром исключительно точно для этого фильма. Более того, я признаюсь вам в такой штуке. Я пересмотрел фильм дважды. Как тот жук, который прикухон к винной пробке у Булгакова. Я пересмотрел его еще раз. Есть мгновения, о которых нельзя оторваться. Знаете, там есть, мы все знаем концерт на крыше. Это своего рода такое жест отчаяния. И мы видим, как они поднимаются наверх. Они там были свои соображения, играть, не играть, давайте этот концерт не давать. Мы видим, как они выходят. Они волнуются. Два с половиной года они выступали вживую. Они выходят на крыше из-за такого, как бы, лестницы. Есть мгновение, когда Пол смотрит на Джона, Джон на Пола. И мы понимаем, вот это вот мгновение, оно чем-то напоминает мне в фильме Буч Кэссиди и Санден Скитт, когда они в конце выходят с пистолетами отстреливаться от армии, которая их окружила. Вот это вот мгновение последнее. Ну мы что, сейчас дадим? Мы дадим. И они дают. Они взлетают, как ангелы над Лондоном. И это сравнение абсолютно правданно для каждого, кто видел, как они выкладываются, как они любят музыку и друг друга. Андрей, какое будущее у этого фильма? А у этого фильма гигантское будущее. Его будут смотреть десятилетия и десятилетия, потому что Битлз будут изучать всегда. Более того, скажу вам следующую штуку. Мы с вами живем в эпохе сейчас, в 2021 году, которая в значительной степени создана Битлз и их поколение. Когда вы смотрите фильм, вы видите людей на улице Лондона. Это не те люди, которые ходят сегодня на улицах Нью-Йорка или Лондона, или Москвы, или Киева. А те люди, которые на крыше, это те люди, которые сегодня ходят по улицам Нью-Йорка, Киева, Лондона и Москвы. Когда я приехал в Америку, я разговаривал с одним американцем средних лет. Я говорил, вы знаете, вот в нашей жизни революция изменила все. Он говорит, у меня в жизни была только одна революция, та, которую произвели Битлз. Продолжение следует... Вы слушали подкаст Александра Генниса «Взгляд из Нью-Йорка». Мы с режиссером Андреем Загданским делились впечатлениями о прошедшем киногоде и разбирали лучшие с нашей точки зрения картины. Нас легко найти в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на Spotify, iTunes, Google Podcasts, Yandex Music. Пишите мне в социальных сетях, в аккаунтах Свободы и на всех подкаст-платформах. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа. До скорой встречи в эфире, друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова